Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян, сатор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу вас познакомить с итогами нашего вязального марафона, который называется «Кички митл». История создания марафона была очень проста. У меня встретился мексиканский шейный платок, который мне показался очень похожим на пончо, и эта идея натолкнула меня на то, чтобы создать собственное изделие. Спонсор марафона стал магазин «Слонимское чудо-пряжа» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ссылочка находится под этим видео. И для марафона мы использовали слонимскую пряжу, полушерстяную слонимскую пряжу, 50% шерсть, 50% панк, 4 нитки и при толщине 404 метра в 100 граммах. Напомню, что перед началом марафона мы провели опрос, знаете ли вы, что такое белорусская слонимская пряжа. И оказалось, что больше 60% вообще ее не пробовали. Но 30, почти 40% понравилось и 4% не понравилось. Мы попробовали два варианта пряжи, хлопковую и шерстяную. Вы можете увидеть отзыв на использование хлопковой пряжи и полушерсти. Также под этим видео я оставляю ссылочки для того, чтобы вы увидели изделие, которое мы связали. Потому что кроме изделий марафона мы также связали шапочку для мальчика и берет для девочки. Как и все наши марафоны, мы разбили его на несколько частей, так, чтобы было непонятно, что же у нас получится в итоге. И в первом задании мы вязали образцы для того, чтобы подготовиться, сделать расчеты. На втором уроке мы вязали одну из частей перед, переднюю или заднюю. Третье задание мы вязали рукава. Большинство не поняло, что это такое, потому что это получились лопаточки. Четвертое задание мы вязали нарядный квадратик. И уже в пятом задании мы собирали наше готовое изделие. Посмотрите, насколько красивые и необычные получились отчеты, отчетные изделия. Ну а по итогам проведенного марафона мы организовали голосование. И голосование мы проводим, как обычно, в закрытой группе, которую приглашаем только тех, кто действительно участвовал в марафоне. Все наши отчеты были разбиты на несколько частей. По каждому, по каждой группе мы выявили победителя. И потом из этих победителей мы выбирали уже лучшее изделие. Ну и как видите, победителем стала работа Елены Павловой, которая с небольшим отрывом набрала максимальное количество голосов. И мы поздравляем Елену. И 800 грамм слоневской пряжи присуждается ей. Приз марафона – это слоневская пряжа из каталога нашего спонсора. Я думаю, Елена не растеряется и выберет самое красивое, то, что можно использовать и для себя. Ну а мы приглашаем вас на новый марафон, который начнется в ближайшее время. И новый марафон называется «Галапагосы». Галапагосы – это изделие на морскую тему. Мы не называем, что именно мы будем вязать. Точно так же, как и во всех других марафонах. Но это будет изделие на морскую тему. Это единственное, что мы можем сказать. Спонсором нашего марафона выступает предельно ниточный комбинат имени Кирова в лице своего магазина розничных продаж «Невская рукодельница», который предоставил нам сертификат на 1000 рублей. Ну а мы ждем вас на нашем новом марафоне для участия. Марафон, как обычно, бесплатный. Для того, чтобы в нем участвовать, вам необходима Google почта и аккаунт ВКонтакте. Ну а дальше вы вяжете вместе с нами, присылаете отчеты и получаете изделие с непредсказуемым результатом. Все, о чем я говорила в этом видео, ссылочки находятся под этим видео. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальных», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.